Децентрализация в действии. В Прикарпатии руководство недавно созданной территориальной громады закрыло единственный в районе бассейн, едва получив над ним контроль. Кому вам мешал этот объект и что по этому поводу думают местные жители? В ситуации разбирались наши корреспонденты. Вот эту амбулаторию в селе Дзвиняч нельзя назвать типичной. Она одна из немногих в стране, в которой есть плавательный бассейн. Построили его еще больше 20 лет назад, но полноценно работать комплекс начал только 10 лет назад, после капитального ремонта. С тех пор от посетителей здесь нет отбоя. Дети отведывали нашего всего района. Я сделал анализ за предыдущий год, 2016-2017 год, отведывали 26 школ. Задоволение я вам не могу сказать, как у детей было. Один бассейн в районе, это просто было чудо. Вход был бесплатным. Символическую сумму платили только взрослые. Но месяц назад бассейн закрыли. Такое решение приняло руководство Дзвиняцкой территориальной громады. Буквально на следующий день, после того, как районный совет передал комплекс им на баланс. Было принято решение владою, в связи с тем, что большие затраты для подогрева воды, для энергоносеев, было принято решение, темчасово прекратить функционирование бассейна. Для того, чтобы найти соответствующих спонсоров, чтобы найти соответствующие финансирования из других джерел. Местные жители не скрывают своего возмущения. Это не вкладывается в голову, понимаете? Потому что, когда создавался ОТГ, то они должны понимать, что это, что смогут они это отримать, или не смогут. Для чего мы можем возить у Франкев с детей, правильно? Где там и так переполнены бассейны, когда мы у себя, под боком имеем. Глава Салотвинской райбольницы, на балансе которой бассейн находился ранее, недоумевает. Зачем забрали объект себе, а потом закрыли? А для чего брать, когда не можешь отримать? У меня сегодня вот так доходят такие слова, шукают инвестора, продать, сдать в аренду, а я против этого. Потому что, понимаете, единственный. Той, кто возьмет, он уже будет для простых людей, для этих детей, трошки, наверное, закрытый момент. Ну вот председатель ОТГ уверяет, отдавать бассейн они никому не собираются. Дескать, работу приостановили временно, чтобы не влезать в долги. Ведь день работы бассейна обходился в 4 тысячи гривен. Мы уже прораховали. Нам стоит, мы можем его запускать, бассейн хоть и завтра. А за справа в том, что фактически закончение сезона, это березень месяц. И для того, чтобы нагреть воду, нужно буквально 2-3 недели. Это займет час. Его запустить, вытратить деньги, потом снова залить воду в конце березня. Ну, это не рационально, это не по-газдивски. Но прежние владельцы бассейна уверяют, что такой простой может для бассейна обернуться разрушением. Если мы сейчас несколько месяцев его не восстановим, а если мы не восстановим несколько месяцев в зимовый период, и пройдет целый лето, я уже не знаю, что в осень нам удастся таким, знаете, легким засильным повернуть его в режим функционирования. Руководство АТГ такая перспектива не пугает. Говорят, бассейн они запустят осенью. Но его посещение, скорее всего, станет платным даже для детей.